всем добрый вечер меня зовут елена ронина и я рада приветствовать вас у меня на канале который называется елена ронина культ поход с писателя но у нас видео теперь осталось совсем немного прямые эфиры которые мы посвящаем той или иной проблемы и наши литературные понедельники которых я читаю либо свои рассказы либо мы читаем прямо длинные повести на протяжении нескольких понедельников и вот сегодня тоже мы читаем из культурного конфликта но кстати говоря иногда мы прямо отрывки из романов читаем кстати говоря вот сейчас вышел вот прям только-только мой новый роман территории чувств так что я буду очень рада если вы этот роман приобретете прочитаете и потом мы этот роман сможем с вами обсудить обязательно в прямом эфире это такая большая семейная сага но а сегодня из культурного конфликта я вам почитаю такую мини-повесть которая называется попутчик начнем читать эту повесть и сразу вам скажу что я эту повесть сама очень люблю вы наверное удивляетесь потому что часто слышите от меня вот такую историю и такие рассказы что какое-то свое произведение я очень люблю но правда ну что делать действительно что-то люблю но вот повесть попутчик она занимает какое-то вот особенное место и в моем творчестве и в моей душе в моем сердце у нее есть посвящение прям так и называется здесь написано маринки и она очень кинематографичная и у меня есть такой и кино сценарий на эту повесть и в общем мы договаривались даже и шли переговоры с одной из но достаточно известных сегодняшних кинокомпаний которые хотят эту повесть поставить пока они мне не говорят нет но к сожалению вот связи с разными событиями те которые раньше случились и сейчас в общем как-то все немножко перепуталась но в любом случае вот сегодня мы с вами эту повесть начнем читать но как всегда я специально не готовилась и специально эту повесть не читала и давно и очень не читала и читаю вместе с вами как всегда нет очень нравится знаете я сама с удовольствием слежу за развитием событий потому что на самом деле автор быстро забывает о том что он там пишет но может быть не всякий автор я так забываю но потому что у меня сразу же голова занята чем-то другим я сейчас работаю над совершенно другой книгой и совершенно другой области поэтому вот с удовольствием сегодня окунусь опять вместе с вами в эту повесть попутчик итак культурный конфликт елена ронина попутчик часть 1 маринки ника любила поезда это необыкновенное чувство разделенного одиночества возникающий только в них ты сливаешься со стуком колес с пейзажами за окном можно ни с кем не разговаривать а просто смотреть и смотреть отсчитывая километры помелькающим за окном столбам удивляться чередованию лесов и равнин средней россии и тому что жизнь есть не только в москве и что здесь она совсем другая стемнело деревья стали сливаться и в стекле ника уже видела только себя на нее вместо погасившихся домов смотрели огромные глаза худой девочки на главе у девочки была замысловатая тюбетейка на тонкой шее несколько рядов бисерных бус через плечо холщовая сумка ника себе никогда не нравилось и не только сама себе ей не нравилось и все ее окружение мама певица бабушка виолончелистка и вся эта бесконечная окружающая их богема она хотела вырваться из этого круга любыми путями отказывалась учиться в музыкальной школе одевалась как ей вздумается ненавидела наряды привезенные матерью за границы пыталась не умела шить сама и как ей казалось доказывала таким образом свою индивидуальность в следующем году них и заканчивала школу и абсолютно было все равно куда идти что делать ничего не хотелось все эти взрослые дела бесконечные тусовки сбора у них дома после спектакля выяснения за полночь дурак все-таки дирижер или нет как же все это некий надоело правда был еще отец обычный инженер и не к никак не могла понять что может связывать абсолютно разных людей хотя им их в общем то ничего уже давно и не связывала вот и отдыхать никого ехала с матерью и с бабушкой у отца был как всегда врал на работе или он так уже просто говорил а на самом деле ждал когда некий исполнится восемнадцать лет чтобы от них уйти о чем-то таком нико догадывалась из постоянно вспыхивающих скандалов между родителями ты живешь непосредством кричал отец нет это ты не интересуешься моей жизни ты даже не был на последней премьере вздыхалась в ответ мать да я в это время деньги зарабатывал на чтобы ты устраивала здесь свои полуночные посиделки если бы я не работал не на может быть тебе хорошо платят за твое пение платят достаточно гневно парировала не на глубоким контральта театрально заламывая полные руки достаточно тогда где же это достаточно может все ушло на новую шубу на этом этапе отец начинал по обыкновению нервно бегать по квартире худой высокий полная противоположность пышнотелый и неторопливой матери значит тебе шубы для меня жалко я актриса борис не забывай я должна достойно выглядеть у меня поклонники здесь ника как правило хватало свою любимую холщовую сумку нахлобучивала на лысую голову привычную тибетейку и хлопнув дверью выбегала из дома постриглась нагло она после очередного родительского скандала зачем объяснить она не смогла ни себе ни им в тот вечер скандал возобновился снова и посвящен он был уже неке бабушка принимала валидол мамы театральные позы и все это из-за гордо вошедший в квартиру ники постриженный под ноль в принципе реакции ника была довольна концерт удался на славу не все же матери в примах ходить она тоже кое-что может нина ты не в театре тебя все равно никто не видит а мне все равно небрежно бросила на в сторону матери и направилась свою комнату она давно уже называла мать по имени это было принципиально как ей казалось они давно уже перестали быть друг для друга матерью и дочерью ники больше нравилось воспринимать их отношения как просто родственные или как между соседями и даже не очень добрыми мать тут же взяла себя в руки но ты же не собираешься так ходить нин я уж так хожу вот с парикмахерской пришла сейчас хожу еще в туалет и пойду спать а есть не в попад спросила бабушка есть пойду уже завтра и ника хлопнула дверью своей комнаты тамара георгиевна и не на переглянулись бабушка тоже была актрисой хотя и виланчалисткой но театральное пить валидол у нее получалось здорово мам что будем делать не на повернулась к матери а что ты сделаешь возраст вот что ты борису скажешь мама не начинай надоело то один дверью хлопает то теперь другая вот пусть сам теперь посмотрит до чего доводят эти его выяснения отношений не надо ты же понимаешь нет дыма без огня и ты действительно уже давно не в грош его не ставишь живешь своей жизнью а он своей но не на завод же мне к нему устраиваться не на завод тамара георгиевна по привычке начала смахивать ладонью несуществующую пыль со стола вот только я все успевала и обед у меня для мужа был и улыбка и время но это мама твое грузинское воспитание и потом папа все-таки работал в театре хоть как-то мог тебя понять да и проследить за тобой тоже не на не на виновата я и только я не так тебя воспитала а ника что разве они меня на меня слушает хотя знаю любит только все наперекор делает да это пройдет не страшно вот только то что молчит последние дни все время это плохо все в себе это очень плохо тамара георгиевна вздохнула или эти словечки ее новый не поймешь о чем говорит дети дети ника весь этот разговор слушала из-за своей двери глядясь глядясь в зеркало ну и зачем она все это сделала кому что хотела доказать правда не сказать что новая прическа ее как-то обезобразила нет глаза стали еще больше выразительнее ник уже перестала расстраиваться за своей внешности красами с красавицами были папка родом из грузинских дворян да и мать переняла ее гордые черты как осанку и полнота ей совсем не не мешала это скрывать в ники всего этого уже не было разве что глаза мать по этому поводу не церемонилась нет ну в кого-то у нас такая уродилась уж точно не в нашу родню еще и слуха нет но ничего может зато умная будешь как отец слух у нины был только она это скрывала она с детства поняла что на сцене кроме музыкального дарования еще нужна выразительная внешность как у нины например если даже чувствую что могу в ноту не попасть не страшно возьму паузу взлет бровей взмах руки царственный взгляд вот уже отдышалась и продолжаем петь где ники взять этот взлет бровей да уроки у нее тонкие длинные непомерно нет ей на сцену никак значит будет как отец а ведь борис любил не но даже дочь в честь жены назвал просто не не было смешно хоть находиться рядом со вторым со своим вторым я у себя дома поэтому придумали нику на самом деле так должны были назвать ребенка ждали мальчика и он должен быть николаем нико на грузинский лад родилась девочка не на из ники второго я не получалось получалось что-то совсем своеобразное непонятное не в отца не в мать как же сложно когда ребенок изначально должен родиться гениальным а получается обычным и вот он это постоянное разочарование видит на лицах родителей каждый день но вот и они пусть видят свое чадо таким каким его видеть уж совсем не хочется а пусть так им и надо а ники все равно она уже привыкла быть другой не такой как все ходила в широченных штанах просторных рубахах с вышивкой ко всему этому антуражу теперь прибавится еще новая прическа она открыла шкаф и вылив все вывалив все на пол нашла в закромах смешную тюбетейку напялила ее на лысую голову и довольно улыбнулась а вот теперь вы вообще мне все не указ не инженеры не певцы не дирижеры разочарование не было было определенное чувство освобождение освобождение от родительской власти давайте закончим и дочитаем или продолжим чтение в следующий понедельник ну вот мне хотелось написать такую повесть но у меня были на самом деле примеры в жизни таких творческих семей и вот такого знаете противопостоять противостояние когда очень красивая мама может быть обычная дочка или мама и папа разных профессий мы наверное обратили уже внимание что мои романы и повести они всегда и рассказы в том числе всегда очень очень о многом но вот здесь вот до родители живут свои жизни и совершенно не понимают что творится в душе у их дочери такое случается достаточно часто особенно когда ребенок входит в подростковый возраст и когда у него начинают играть гормоны и когда лучшие друзья уже не родители а вот дворовая какая-то компания или школьная компания здесь родителям надо иметь очень большое терпение их где-то на какой-то может быть даже промежуток времени оставить себя и свое я на какой-то в общем задний план и погрузиться в жизнь ребенка да возможно вы ничего не сможете сделать но все равно вы будете рядом и ребенку будет легче и потом когда этот ребенок вырастет вот он вспомнит об этом и у него не возникнет каких-то ненужных комплексов и ему не будет так сложно когда он уже будет взрослым человеком но вот наверное вот эта часть первую очередь об этом вот мы видим что здесь герои есть отец борис есть не на мать вот такая богемная совершенно женщина известная певица и вот такой громад вот бабушка грузинская которая тоже была на самом деле и в прошлом актрисой и она видеть со своего с высоты своих своих лет со высоты своего возраста всю ситуацию и она видит ее по-другому и считывает немножко больше ей жалко свою дочь потому что это все-таки дочь она понимает внучку ей на самом деле обидно и за мужа своей дочери потому что она понимает что уже пошел перекос но перекос пошел а что-то надо делать ну что я рада была вас сегодня видеть а вы я надеюсь были рады видеть меня мы сегодня читали с вами из книги культурный конфликт и эта повесть называется попутчик еще раз повторюсь или расскажу что у меня есть телеграм-канал подписывайтесь на мой телеграм-канал ну и успевайте наверное купить пока со скидкой новый роман территория чувств до новых встреч вашей елена ронина